маткульт привет дорогие мои друзья это седьмой выпуск разбор 5 т класса 444 школы седьмой выпуск будет тематическим а именно он называется признаки чего бы вы думали делимости у них началось это это ведет мостом к основной теореме арифметики zppz ну и короче но это я сейчас не буду объяснять что это такое я просто хочу сказать что этот выпуск научный потому что признаки делимости это уже часть так сказать серьезные научные лестницы в которой каждый уважающий себя начинающий математик должен зайти и так признаки делимости решаем на уроке мы пропускаем потому что они там уже прорешали а вот признаки делимости решаем дома мы порешаем ну первая задача какую цифру можно написать вместо звездочки так чтобы число делилась на там 4 т д 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 настолько просто, что я не хочу на этом останавливаться. Ну, давайте последний пункт G решим. Значит, не обидится, что я тут так провел. Значит, пункт G это какую цифру можно написать вместо звездочки, чтобы вот это число 5, 4, 17 звезда делилось на 6. До этого еще все проще. Значит, нужно найти все возможные ответы или доказать, что таких ответов нет. Значит, ну, смотрите, прежде всего надо понимать, что ответ здесь есть, потому что ты ставишь последнюю цифру и значит, что у тебя подряд 10 вариантов, когда тут 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но среди 10 подряд идущих чисел, какой бы здесь ни был остаток отделения на 6, в какой-то момент делимость на 6 явно будет. То есть, уже из 6 подряд идущих мы можем это гарантировать. А вот 1 вариант или 2 будет, это мы пока не знаем, потому что, может быть что, не делится, 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 не делится. И тут вот дальше как бы делится, но это уже внедиапозона. Но мы будем решать не так, мы не будем тут ничего перебирать. У нас есть признаки делимости на 2, и на 3. Правда? Значит, чтобы число, ну, Ну, а на 6, да, число, вот еще важно, да, про признаки делимости. Важно понимать, что А делится на 6 тогда и только тогда, когда А четно и делится на 3. Ну и, как бы это сказать, вроде как это очевидно, ну, можно просто посмотреть на остатки отделения на 6. Их такие варианты, вот. Вот, и мы видим, что для любого из вариантов, ну, во-первых, если А делится на 6, то А естественно делится и на 2, и на 3. По принципу делитель моего делителя мой делитель. Это принцип, я его нагло называю принцип Саватеева, потому что никто никогда эту очевидную мысль в такой явной форме не выражал. Я никогда не слышал, что вы так говорили. Хотя наверняка говорили, просто не осталось в интернете. То есть это вот как бы то, что я всегда, вот очень легко запомнить. Делитель моего делителя мой делитель. Вот. То есть если А делится на Б, АБ делится на С, вот С делитель моего делителя, да? То тогда А, тогда С будет мой делитель. То есть я это А, В это мой делитель, С это делитель моего делителя. Тогда он будет моим делителем. Вот это вот основной принцип. Поэтому если... Это, кстати, вы понимаете, на что я намекаю? Вассал моего вассала не мой вассал. А вот делитель моего делителя, он мой делитель. Так что если А делится на 6, то, конечно же, делится и на 2, и на 3. Но обратное видно из этой картинки. Если А не делится на 6, то у него будет остаток 1, 2, 3, 4 или 5. И в каждом случае мы можем легко указать на что именно из этих двух вариантов он не делится. 1 не делится на 2, 2 не делится на 3, 3 не делится на 2, 4 не делится на 3, 5 не делится на 2. Все остальные варианты, если у меня и на 2, и на 3 делится, значит должен быть только остаток 0. То есть делится на 6. Но это как бы я совсем уж разжевываю все, потому что раз уж я взялся за гуш, я взялся рассказать вам теорию делимости по-настоящему, что у нас есть такая вот теория делимости крутая. Сейчас мы начинаем изучение теории делимости с признаков делимости просто на какие-то 2, 3 и так далее. Ну вот, значит тут у нас стоит, чтобы делилось на 6, значит тут должно стоять что-то, что делится на 2. Ну то есть здесь должно стоять 0, 2, 4, 6 или 8. У меня вот как бы такие варианты есть. Но при этом делимость на 3, все тоже знают, да, как выглядит делимость на 3. Это сумма цифр. Даже не знаю, доказать, не доказать такую очевидную вещь. Такую очевидную вещь, ну почему? 5400, там 17, ну давайте сейчас я вначале скажу. Итак, 5 плюс 4, 9, значит это уже на 3 делится. 1 плюс 7, это 8. Значит мне нужно прибавить к 8 что-то, что будет делиться в результате на 3, да? Могу ли я прибавить к нему 2? 10 не делится на 3, а 4. 8 плюс 4, 12, отлично, значит вот эта вот цифра у нас годится. Если я прибавлю 6, то делимости не будет, и если прибавлю 8, то тоже не будет. Значит, соответственно, ответ у нас, что только один вариант подходит, то есть вот этот вот такой вот вариант, что здесь стоит 4. Вот только такое число делится на 6. Так, ну и может намекнуть, да, про признак делимости на 3 намекну, да? Что это число означает? Это 5 на 10 в 4, да, плюс 4 на 10 в кубе, плюс 1 на 10 в квадрате, плюс 7 на 10, плюс 4. Ну это вот представление числа в стандартном как бы виде. Ну и как бы вот понимаете, вот остатка деления на 3 у этих... Остатка деления на 3, да, у всех этих чисел один и тот же, единица, потому что предыдущее число имеет вид много девятых подряд. Но оно делится и на 9, и на 3. Кстати, признак делимости на 9 доказывается ровно так же. Вот, если я напишу здесь 5 плюс 4 плюс 1 плюс 7 плюс 4, и вычту, то у меня получится в результате... Вычел я и получил число, которое заведомо делится на 9. 5 на вот это все, плюс 4 на тоже вот это все. Ну и так далее. Вот, это делится на 9, тем самым на 3 тоже делится. Ну это я просто доказал этот признак. Хорошо. Это была разминка, мы продолжаем. Мы продолжаем записывать важнейший, важнейший листочек. Выпуск номер 7. Хорошо запомните, это очень хорошее число. 7, прекрасное число. А семеро одного не ждут, да? Семь раз отмерь, один раз отрежь, понимаешь, да? Что там еще у нас есть? Семь, семураев, да, там. А были такие семь симеонов. Вот это, конечно, никто уже не помнит, что сделали семь симеонов. Угнали на заре, наоборот, на закате Советского Союза, семь симеонов угнали самолет в Израиль. Или в Америку, я уже не помню, короче. Сели на борт и говорят, ну-ка лети. Ансамбль такой был. Так, задача номер 2. Запишите наименьшее десятизначное число, запятая, Лень, запятая, не хватает запятой, в котором А. Все цифры различные, оно делится на 4. Б. Все цифры различные, оно делится на 25. Наименьшее десятизначное число, в котором все цифры различные. И в первом случае нужно, чтобы оно на 4 делилось, во втором на 25. Так. Ну что, давайте решать. Это я уже сразу не помню, но, наверное, будет все понятно. А у нас все число состоит, соответственно, из этих десяти перемешанных цифр. Ну, прежде всего, мы никак не можем добиться чего-то меньшего, чем если за один идет ноль, правда? То есть, в принципе, ни одно число, которое мы можем из этих... То есть, вы смотрите, вот начало будет совершенно понятным, потому что Это просто наименьшее начало десятизначного числа из разных цифр. Вообще наименьшее начало, которое только может быть. То есть, ставим единицу, потом, ну, ноль, как бы, мы... Мы не можем просто в начале поставить ноль, мы бы его поставили, хотели, но тогда бы оно девятизначным было. А раз десятизначное, значит, начинать надо с единицы. Ну и дальше, как бы, мы уже ставим просто по возрастанию, любое другое начало, по очередной причине, будет давать большее число. А вот дальше надо быть аккуратным. Почему? Потому что нам нужно добиться делимости на 4. То есть, вот у меня... Ну, я надеюсь, что этого еще будет достаточно. У меня осталось 7, 8, 9. Могу ли я из 7, 8, 9 как-то скомпоновать? О! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Не выйдет. Далеко загнул. Я хотел, чтобы в конце было число, которое делится на 4, и этого уже не получится. Потому что, деляясь на 4, оно делится на 2 должно. То есть, в конце должно стоять 8. Но не 78, не 98 на 4 не делится. А делимость на 4 определяется последними двумя цифрами. Потому что признак делимости на 4, да? Если я записал число, в котором в конце стоят два нуля, то оно заведомо делится на 4, потому что делится на 100. А 100 делится на 4. Делитель моего. Делителя мой. Делитель. Ну, а значит, делимость на 4 просто определяется. Тем делится на 4 вот такое вот как бы двузначное число, стоящее в конце. Но здесь 78 и 98 на 4 не делятся оба. Поэтому ничего так не выйдет. Придется шестерку у них забрать. То есть, как бы, да, в конце шестерка стоять не может. В смысле, вот это вот уже, вот с таким началом уже не может быть делимость на 4. Поэтому здесь будет 7, 8 или 9. Но давайте попытаем счастье считать, что здесь будет 7, да? Нужно как можно меньше. Соответственно, самый минимальный вариант делимости на 4, как мы теперь уже понимаем, должен содержать здесь семерку. Тогда у меня осталось 6, 8, 9 для того, чтобы в конце создать какое-то число, которое делится на 4. Значит, ну что у нас тут получается-то? 96 делится на 4, да? То есть, один вариант это 896. А можно как-то еще перетасовать по-другому? Если нельзя, то вот это и есть самое маленькое число. Ну, давайте посмотрим. В конце должно стоять либо 8, либо 6, чтобы оно делилось на 4. Соответственно, 98 мы уже знаем, что не делится. 96 делится. Но вместо девятки, может быть, можно поставить... А, 88 еще может быть. 86, 68 и 66. Правильно, да? Ну, давайте все выпишем вообще. Вот у меня 6, 8, 9. Девятки в конце... Сейчас, я не повторился тут. Нет, вроде нигде не повторился, да? Сейчас, 6. Какой 66? О чем я? Берримор? У нас все цифры разные. 86, 68, 96, 98, которые мы уже знаем, что не подходят. Ну, и, соответственно, 69 и 89, которые тоже не подходят, потому что в конце девятка. Вот. Соответственно, вот это делится на 4. 86 не делится на 4, потому что 80 делится. 60... А, 68 делится на 4. Делится. Ну, тогда 968, а здесь 896. То есть у меня только два варианта завершить. 968 или 896. Но меньше среди них 896. Ну, получился вот такой ответ. Ну, давайте более коротко про 25. Про 25 ситуация такая. Мне в конец надо запустить либо 0, либо пятерку. Потому что иначе делимости на 25 не будет. Поэтому, ну, если я как бы запущу 0 в конец, то здесь будет начинаться как минимум с 1, 2. А если запишу пятерку в конец, то я имею право начать с 1, 0. И это точно будет меньше. Поэтому заведомо вариант, когда пятерка на конце и в начале 1, 0, если такой вариант получится, он будет меньше, чем если я 0 загоню в конец. Соответственно, давайте именно так сделаем. А тогда мы можем подряд идти 2, 3, 4, 6. Ну, вот дальше надо быть уже аккуратным. То есть вот за это я отвечаю, что это самый маленький вообще возможный вариант при сохранении делимости на 5. Теперь надо, чтобы в конце число делилось на 25. На 25 это либо 25, либо 75. Ну, не считая 50. Значит, 25 или 75? Ну, конечно, лучше поставить 75. Если я поставлю 25, я не смогу добиться того, чтобы здесь стояла двойка. И тогда число будет тоже больше. Значит, соответственно, вот у меня 1, 0, 2, 3, 4, 6. Ну, и так как в конце должно быть 75, то просто осталось поставить в порядке возрастания 2 оставшиеся цифры. Всё. Долго мы с ним мучились. Но тем не менее. Фрюкинбок! Обожаю Карлсона! Фрюкинбок спрятала плюшки в сейф. А Карлсона с малышом хотят их оттуда достать. Они знают, что код от сейфа состоит из 7 цифр. Из 7 цифр. И ещё они знают, как выяснилось, что двойки и тройки только цифры. Причём двоек больше, чем тройка. 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, там. Ну, вот, грубо говоря, 7 цифр и двоек больше, чем троек. Давайте запоминать. О! А ещё код делится на 3 и код делится на 4. Фрюкинбок, она суеверная, видимо, и у неё нужна вот такая делимость должна быть. Код делится на 3 и на 4. Смогут ли Малыш и Карлсон с первой же попытки открыть этот сейф? Нажимайте, друзья мои, на паузу и думайте. Казалось бы, с первой попытки это что-то очень серьёзное. Это прям вообще. Это прям вообще. Кто-то прям вообще, а кто-то очень болен, а кто-то в небесах. Ой, нет. Не так. Кто-то прям вообще, а кто-то очень молот, да? А кто-то в небесах, словно серп и молот. Это, это самое, Егор Летов. Скоро наступит совсем, называется песня. Так, обучил детей Егору Летову. Ну, давайте вернёмся к этой задаче. Итак. Что значит, что число делится на 3? Это значит, что сумма цифр делится на 3. Но так как тройка сама делится на 3, то это значит, что сумма двоек делится на 3. Вот тут столько двоек, что вот это вот делится на 3. Но это, извините, происходит тогда и только тогда, когда число двоек делится на 3. Потому что это получается трижды 2. Вот. То есть, только если мы количество двоек берём делится на 3, их сумма будет делиться на 3. Ну, тогда, если, извините, если число двоек делится на 3, то их уже точно известно сколько. Потому что у нас по условию задано, что двоек больше, чем троек. Если двоек больше, чем троек, то двоек 4, 5, 6 или 7. И угадайте с первого раза, какое из этих чисел делится на 3. Вот. Значит, у нас ровно 6 двоек. И это есть условие делимости на 3 нашего числа. Но! Ещё оно на 4 делится. А если оно делится на 4, оно не может заканчиваться на 22. Потому что 22 на 4 не делится. И на 32 тоже не может. Ой. И на 23 тоже не может. 33 мы даже и родить не можем, но тоже не может, конечно. А из двоек и троек можно составить только 4 числа, которые двузначные. Да? Это 22, 23, 33 и 32. 33 у нас неоткуда, потому что у нас двоек 6 и одна тройка. Эти 2 на 4 не делятся. Значит, в конце стоит 32. Ну и всё. Значит, в начале стоит хвост из 5 двоек. Так что код это 2 миллиона 222 тысячи 232. Решили. Тек. 4. 2 натуральных числа в сумме дают 201. Докажите, что их произведение не может делиться на 201. Сотру всё. Нажимайте на паузу. Пока стираю, ещё раз произнесу. 2 натуральных числа в сумме дают 201. Докажите, что при умножении не может получиться число, делящееся 201. Пауза. Отжалась пауза. Решаем, ребята. Решаем. Х плюс у равно 201. Доказать, что х умножить на у не делится на 201. Так. 201 равно 3 на 67. В этой задаче, по ходу, потребуется основная теорема арифметики. Которую в данном случае можно, конечно, проверить. Но вообще-то надо доказывать. Что если два числа не делятся на какое-то простое число, то их произведение тоже не делится на это простое число. В случае с тройкой это очевидно. Просто перебор остатков. Остаток может быть равен 1 или 2. 1 на 1, 1. 1 на 2, 2. 2 на 2, 4. То есть остаток 1. Нигде не появляется делимость на 3. Но в случае с 67 можно, конечно, написать на компьютере программу на проверке, что 1, 2, так далее, 60. При умножении на 1, 2, так далее, 60 не дает никогда делимость на 67. Но, конечно, здесь лучше доказывать основу теорема арифметики. Ну, хорошо. Мы будем из нее, видимо, мы будем, видимо, из нее исходить. Ну, смотрим. Значит, я беру и смотрю. А может, мне не надо будет сейчас. Давайте посмотрим на 3 вначале. На 3. Значит, два числа в сумме до 201. Значит, что у нас с тройками получается? Они, если дают в сумме 201, значит, х плюс у делится на 3. 201, да. Делится на 3. Так. А, нет. Боюсь, что 67 дело не обойдется. я могу лишь сказать, что если они оба не делятся на 3, то и произведение не делится на 3. соответственно, значит, х и у не делятся на 3 оба. А другой вариант это так как х плюс у делится на 3, то другой вариант, что х и у делятся на 3 оба. То есть, у меня нет варианта, когда одно из них делится на 3, а другое не делится на 3, потому что тогда сумма не будет делиться на 3. Вот. Поэтому либо оба не делятся, но тогда отсюда х умножить на у уже не делится на 3. Мы приехали. Отсюда оно не... отсюда х на у не делится на 201, потому что делитель моего делителя это мой делитель. Если бы делилось на 201, делилось и на 3 тоже будет. Поэтому здесь все. Поэтому нам нужно только вот в этом случае доказать. Значит, x и y оба делятся на 3. Мне нужно доказать, что их произведение не делится на 201. Да, боюсь, что без основной теоремы арифметики мы не обойдемся в этом случае. А с основной теоремой арифметики все будет очень просто. Значит, x равно 3k, y равно 3l. Мы имеем тогда, что x плюс y это 3k плюс 3l и равно 201. А значит, k плюс l равно 67. Ну и опять, k не делится на 67 оба или k делится на 67 оба, правда? Да, правда. Но если у меня они оба не делятся на 67, то тогда x и y тоже не делятся на 67, потому что при умножении на 3 делимость на 67 не появляется. Опять же, это основная теорема арифметики, да? Но вот мы ее исходим из того, что мы сейчас ее просто используем. Соответственно, тогда x и y не делятся на 67. Тогда при умножении они тоже не делятся на 67. Вот, тогда, соответственно, 3 на 3k умножить на 3l тоже не делится. Ни один из них не делится на 67. Ничего, вот здесь не делится на 67. А значит, это тоже не делится на 67. И отсюда не делится на 201. Вот. Поэтому в этом случае... В этом случае все доказано, что они не делятся на 201 их произведения. А в этом случае что? Если они оба делятся на 67. Ооо, они же в сумме равны 67. И при этом они натуральные. Натуральные ведь, да? Ну, Лёв, там нет. Натуральные. Все. Здесь сразу противоречие. Потому что если два натуральных числа действуют на 67, то они не меньше, чем, собственно, 67. Тогда сумма никак не может быть равна 67. Все доказано. Здесь противоречие. Здесь не делится на 201. Здесь не делится на 201. Но основной теорем арифметики, блин, я использовал. Уж извините. Кстати, не знаю, что... Лёнь, наверное, ты имел в виду, да? Что пока это все будет так. Как бы на уровне, что вроде очевидно, что если два числа не делятся на какое-то простое, то и произведение не делится. Но это надо доказывать. 5. Может ли произведение целого числа и сумма его цифр равняться 1, 2, 3, 4, 5, 6? Хо. Может ли произведение целого числа и суммы его цифр равняться вот этому? Равно n плюс сумма цифр n. Давайте подумаем вот как. Нажимайте на паузу, но я, правда, сам буду сейчас думать, я уже не помню. Ну, я думаю, что как-нибудь решим, да? С горем пополам-то решим. Правда? Значит, смотрите. Чему равна вообще сумма вот этих всех цифр? 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 это 10. И еще 5 и 6. Сумма вот этого числа равна 21. А, 21 делится на 3, но не делится на 9, заметимо. А, но это, правда, совершенно не важно. А, вот, сейчас, ну, по крайней мере, вот здесь один и тот же остаток при делении на 3 у числа и у суммы цифр. Значит, если здесь остаток 1, то и здесь остаток 1, но тогда в сумме будет остаток 2. Если здесь остаток 2, то и здесь остаток 2, но тогда в сумме остаток 1. И не получится число, которое делится на 3. Значит, n делится на 3. И сумма цифр тоже делится на 3. Но, в принципе, никакого пока противоречия не видно. А почему бы не предположить, что и противоречия никакого и нет? Давайте попробуем придумать. Вот сумма цифр числа, да? Ну, само число, оно очень близко к вот этому, очевидно, да? Потому что, ну, сумма цифр числа, в котором там небольшое количество цифр всего, да, она не очень большая, правда? Ну, то есть, как бы ясно, что у шестижначного числа, да, ну, если я отступлю вниз там на 100, например, уже все, сумма цифр никак не догонится до сюда. Вот, а еще и тут начинается с маленького. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. То есть, здесь сумма цифр вообще ограничена. Из-за вот этого хвоста сумма цифр вообще ограничена, там, она ограничена какими-то парой десятков. И при этом, мы знаем, что она делится на 3. Ну, тут какой-то перебор пошел, наверное, да? То есть, само число должно тоже начинаться с 1, 2, 3, 4, если такое число есть. И вот, как бы, оно на сколько ниже пойдет, да? Ну, вот уже здесь 10 сумма цифр, то есть, как минимум, 46 здесь должно быть, но и еще меньше. Отключаем. Ну, я, короче, уже угадал. Вот ответ. Ну, я не знаю, можно ли это точнее. Но я, видите, я свел все к разумному перебору просто. Разумный перебор мне подсказал, где его можно искать, если оно должно быть. Проверяем. 10, 15. Вот это число плюс 15 равно как раз этому числу. Все. Ответ удивительно. Ответ да, может. Да, это возможно. И вот вам, ну, конкретный прям пример. Так. Ну что? Можно, конечно, какие-то сдачки, может, и оставить. Блин, они все красивые. Я думаю, что все надо разбирать. Так. Вася написал на доске пример на умножение двух двузначных чисел? Вася написал на доске пример на умножение двух двузначных чисел. А зачем заменил в нем те цифры на буквы? Ну, как обычно. Одинаковые цифры на одинаковые буквы, а разные на разные. У него получилось А, Б на Ц, Д, А, Б на Ц, Д, Е, Е, Ф, Ф. А, это пункт А. А в пункте Б спрашивается то же самое про вот так. Получилось Е, Ф, Ф, Е, Е, Ф, Ф, Е, Е, Ф, Ф, Е, Е, Ф, Ф, Е. Да. Что делать? Доказать, что он где-то ошибся. Ставьте на паузу. Да. Я решил. Значит, дело в чем. Дело в том, что это делится на 11, и это тоже делится на 11. Потому что признак делимости на 11 так же устроен, как на 9, только наоборот. Нужно, там, 10 в катой дает остаток определения на 11, либо минус 1, либо 1, в зависимости от четности К. Поэтому нужно взять полуразность, ну, такой вот, 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 вот это признак делимости на 11 для вот этого числа. А для этого числа признак делимости такой, Е минус Е плюс Ф минус Ф равно нулю. Ноль делится на 11. Значит, вот это число делится на 11. И здесь тоже Е минус Ф плюс Ф минус Е тоже делится на 11. То есть, в смысле, тоже равно нулю. Значит, соответственно, по признаку делимости на 11, и там, и там, в результате получилось число делится на 11. Дело в том, что 11 число простое. Мне продолжать или все уже очевидно? Опять основная теория об арифметике, да? Если ни одно из них не делилось на 11, то и это не будет. Но эти числа на 11 не делятся. Потому что по условию разные заменены разными. И А минус Б, соответственно, не равно нулю. А так как это цифры, то мы, ну, разница двух цифр, она лежит между минус 9 и плюс 9. И, соответственно, если не будет равно нулю, то до ближайшего числа делящегося на 11, она просто не дотягивает ни до минус 11, ни до плюс 11. То же самое с С минус Д. Вот. Ну и вообще не делится на 11. То есть, не это не делится на 11, значит, произведение тоже не делится на 11. Ну, или можно сразу сказать, что в пределах первой сотни понятно, что на 11 делятся все числа вида КК. 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 Ну, Л, Л. Ну, то есть 11, 22, 33 и так далее. А здесь цифры разные. Ну, что, красиво? Красиво и просто. Тренировка такая будет. Так. В справочнике магия для чайников. Магия для чайников. Написано. Замените в слове «землетрясение» одинаковые буквы на одинаковые цифры. «Землетрясение» одинаковые на одинаковые, разные на разные. Если полученное число окажется простым, случится настоящее землетрясение. Возможно ли таким образом устроить землетрясение? Ха-ха-ха-ха-ха. Неплохая задача. Неплохая, слушайте, неплохая задача. Ну, что сказать? Надо посчитать количество разных букв. Раз. Два. Вообще, какие тут буквы повторяются? О, супер. Я, кажется, все понял. Ну да, мы на самом деле это решали уже, я просто забыл. Да. Смотрите. Больше, по-моему, ничего не повторяется. «З» больше нет. «М», «Л», «Т», «Р», «Я», «С», «Н», «И». «Е» номер один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Значит, здесь десять букв. Следовательно, используются все имеющиеся цифры. Все. Ну, тогда «З» плюс «Е» плюс «Н» плюс «Л» плюс «Е» плюс «Т» далее. Равно четыре «Е» плюс все остальные. А это то же самое, что три умножить на «Е» плюс сумма всех цифр вообще, которые есть. То есть мы как бы говорим, что здесь используются все цифры, а та, которая обозначает букву «Е» используется еще и четыре раза. То есть три раза лишних. То есть сумма цифр любого числа землетрясения, которое получится, если я буду соблюдать правила, будет равна троекратной цифре «Е» плюс сумма просто всех цифр, потому что все они по одному разу дальше встречаются, кроме троекратного «Е». Ну, сумма всех цифр – это 0 плюс 1 плюс 2 плюс так далее плюс 9. Это, извините, можно и в лоб посчитать. Ну, или просто увидеть, что здесь каждый раз на 3 будет делиться. То есть 1 плюс 2 делится на 3, 5 плюс 6 делится на 3, 7 плюс 8, ой, 4 плюс 5 делится на 3 и 7 плюс 8. Остальные тоже делятся на 3. Короче, ладно, а чего же там? Все знают, что эта сумма равна 45 и остается еще трижды «Е». Но вот это вот число, оно делится на 3. 45 делится на 3 и трижды «Е». Поэтому, как ни крути, а слово «землетрясение» при замене букв на цифры, а цифры на букв, разные на разные, одинаковые на одинаковые, приобретает делимость на 3. А значит, простым быть не может. Наши землетрясения не получится. Ну вот, мы приближаемся к закономерному концу нашего прекрасного седьмого выпуска, который называется «Делимость! Признаки делимости». Так, ну что же, что нас ждет в конце? Море хранит молчание, да? Давайте посмотрим, какая последняя задача. В этом, в этом листочке. Последняя задача выглядит так. Натуральное число n в 3 раза больше суммы своих цифр. Это баян. Я в детстве решал. Докажите, что оно делится на 27. Итак, n равно 3 суммы от n. Докажите, что? В 3 раза больше суммы своих цифр, да. Отлично. Нажимайте на паузу, это очень просто. Я бы сказал, что это очевидно. Видно очами. Разжали. n равно 3 умножить на что-то, значит, n делится на 3. Согласны? Согласны. Но тогда и сумма цифр числа n делится на 3 по признаку делимости на 3. Согласны? Согласны, мистер Хэйланс. Как это сказал. Его потом грохнули. Чарльзу Гастес-Миллер. Но если так, тогда n уже делится на 9. Потому что сумма делится на 3, и еще я на 3 умножил. Значит, n делится на 9. Согласны? Согласны. Но тогда и сумма цифр делится, зараза, на 9. По признаку делимости на 9. Но тогда n делится на 27, потому что она равна утроенной сумме цифр, а сумма цифр делится на 9. Что и требовалось доказать. Но вот продолжать уже не получится. Потому что признака делимости на 27, такого, что сумма цифр делится на 27, извините, нет. Вот так. Ну и надо сказать, что такое число существует, которое втрое больше суммы своих цифр. Например, 27. Маткульт, пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok